Девушки отдыхают Я на таком вот корабле У меня сломан один отсек, который Будет подчинен за Торий Если я не ошибаюсь, это именно Торий У меня где-то Где-то это все записано Да, это Торий Поэтому мне нужно его копать, мне нужно его искать У меня есть два свободных слота Плюс я сейчас добыл немножечко себе Топливо Но для того, чтобы надо добыть топливо на планете На звезде Мне нужен как раз таки модуль Ультразонд, который Не работает без Водородного зонда Поэтому нужен Торий Чтобы починить отсек Чтобы Чтобы починить отсек Так вот, только есть проблема В том, что Так как у меня топлива-то мало И Я сейчас спокойно здесь могу потратить Очень много топлива Поэтому давайте Знаете, что я сделаю? Хоть и здесь По-моему, если я не ошибаюсь Да, есть планета с аномалиями Хотя вот сюда вот можно Нет, здесь нет газового гиганта Поэтому Давайте вот сюда Газовый гигант есть И Черт возьми Кажется, вдали виднеется космический флот Кажется, он огромный Какой он огромный Такие же корабли, как у меня, кстати И с ним еще миллион Других кораблей Кстати, как раз таки был комментарий Что будет, если я нарвусь на этот флот Так как корабль у меня такой же, как и у них Невероятно Это же люди Дэдуин Своя Смерть Дэдуин Любовь Боксы Своя Смерть Они меня атакуют Понятно Все Независимо от корабля Происходит то же самое Я очнулся несколько часов спустя Я жив Но дела обстоят Неважно Корабль с имельным повреждены Некоторые модули Тоже По-моему, бортовой компьютер вышел Из строя Что же это было Мне нужно пару минут Чтобы расчистить Расчитать координаты Исходной точки Этого гигантского корабля Что меня ждет В этой звездной системе Вот как это можно назвать Вы забыли Две технологии Гравитационный объектив Сверхпродневековая защита Я потерял некоторые Некоторое количество материалов Это ерунда И у меня поломались Некоторые модули И плюс я еще Четвертый вариант Концовки игры нашел Невероятным образом У меня поломано практически Почти все Ну Конечно не почти Но все таки Так Здесь есть топливо Давайте конечно же Попытаемся добыть его И блин Вот мне не везет Мне реально не везет Потому что Топлива очень мало Здесь добылось И блин Притом я пропускаю еще Планеты с кислородом Где Собственно говоря Можно найти жизнь Где можно узнать Новые слова Но вот сейчас Я рискну Наверное И попытаюсь все таки Добыть Давайте садимся И попытаюсь добыть Материал И здесь нету Тория Я поломал бур Но это ерунда Плюс у меня еще есть Омега Которую я смогу Заезжать И пополнить себе Запас Так сказать Топлива Платина Ну Пускай платина Будет И так я у меня много Давайте кстати Починимся Прям по полной программе Раз можно Почему бы нет Как говорится Так И Черт возьми Конечно Я пропустил Планету с аномалией Звезду с аномалией Вот она Но можно Наверное Всегда будет вернуться Здесь зеленый Целых три зеленых планеты Еще одна Аномалия Где черная дыра Там 100% Еще какой нибудь Корабль Целых три Газовых гиганта Давайте я сюда Вот пролечу Потому что Это интересно Очень По пути В очередной Звездной К очередной Звездной Системе Я Засек Очень странный Радиосигнал Надеюсь на лучшее Я изменил курс Я направился В сторону Его источника Увы Это оказалось Лишь Электромагнитная Вспышка На маленькой Звезде Затеряно В космосе Обидно Минус 5 Топлива Ну вот это Реально Обидно Минус 5 Топлива Это конечно Много Потому что Я сейчас Прям На критичной На критичной Массе Потому что Я сейчас Могу добыть Вот на сколько На 4 Да Топливо И блин Черт возьми Это круто Потому что Топливо Я здесь Добыл Довольно Таки Неплохое И Давайте Пополним Топливо И потом Я на максимум Количество И давайте Вот На 10 Топлива Хоть это Сейчас и Не выгодно Потому что Ну в любом Случа Я добыл Больше Чем Потратил Так что Как бы Я купил Окупил То что Потратил Практически Полный Бак Тут еще У нас Целых Две Планеты Конечно Запускаем Да Поломал Да Отлично То У меня Есть Металл Великолепное Количество Так Вот только Вот смотрите Сейчас я Одну Вещь Вижу Демонтировать Ремонтировать Куда Был Использован Вот Сверхпродневековая Защита Сверхпродневековая Защита Она чинится Вольфрам Поэтому я вот Думаю Выкидывать Его Не выкидывать Все таки Он занимает Место Прям такой Спорный вопрос Стоит ли Это делать Или не Стоит Ну ладно Давайте Сначала Сначала Мы Пополним Топливо Еще Пополним Топливо И наверное Вольфрам Я выкину Потому что Сейчас Перелетим На следующую Планету Посмотрим Как тут У нас Стоят дела И тут Потому что Во первых У нас Кислород Кончается Ну видите Вот Офигеть Ребятки Я сейчас На критичной Очень плохая Ситуация Происходит Потому что У меня Поломалось Два Два Отсека А Полотина У меня Нет Чтобы Восстановить Эти два Отсека Поэтому Черные Дыра Нужно Сюда Отлететь Каменистый Газовый Гигант Но у меня Еще Проблема С кислородом Давайте Вот здесь По одной Планете Каждого Пункта Есть Мое Путешествие Шло Хорошо Пока Я не Попал В эту Звездную Систему И меня Не Ослепило Вспышки Космического Излучения Но Перед Этим Я успел Заметь Что Мой Корабль Летит Прямо В пояс Астероев Что Мне Делал Срочно Уйти В другую Звездную Систему Лететь Наугад И Молиться Еще Ничего Не Я Попытался Вспомнить Вспомнить Курс И стал Быстро Снижать Скорость Молитва Которую Я шептал Работала Только 5 или 6 Минут Потом Я был Первый А потом Был первый Удар Достаточно Сильный Затем Металлический Звук И треск Дальше Еще один Удар Который Отбросил Меня На корму Я услышал Что Где-то Появилась Учечка Блин Такая Такой Звук Очень Интересный Честно Говоря Не знаю Зачем Он Сейчас Так Был Потому Что Я В критичной Ситуации У меня И кислорода Очень мало И корпуса Очень мало Но я могу Приземлиться Спокойно Да Мне хватит На то Чтобы сесть Отлично Давайте Обнаружена Жизнь Что-то Что-то Бог Что-то Что-то Ты Ты Бог Давать Омега Да Отлично Спасибо Мне дали Омегу Это великолепно На самом деле Бурить я здесь не буду Потому что здесь можно найти Кислород И материал Типа Руды Медь Золото Тому подобное И забыл я включить таймер Потому что Серия получится Чуть дольше Поэтому Вот сейчас Только включил Обратил внимание И проблема В корпусе Но У меня есть металл Его довольно-таки Приличное количество Но Сейчас мне Категорически Нужен Торий Потому что Похожей историей Состоит Весь корабль И чтобы его Починить Собственно говоря Нужен Торий Так Ну давайте попробуем Здесь вот Рискнем Ну и конечно же Конечно же Это же Закон подлости Фиг я Теперь получу Этой Торий Потому что Ну По закону подлости Именно так и будет Что мне сейчас Фигушки его дадут Но зато я добыл Немножко Немножко Довольно-таки Хорошее количество Металла Это тоже хорошо Сломал бур Это честно говоря Ерунда Вообще Совершенная ерунда Но есть вот Другая проблема То что у меня Собственно говоря Кончается топливо Топливо я могу Двумя способами Возобновить Выкинув вольфрам И поставив Вот здесь К примеру Водородный зонт Так и Тем самым Я смогу Сейчас добыть Себе топливо Но Это тоже не выход Потому что В итоге я все равно В минус ухожу Потому что у меня Нету Места для Блин Ну как же так неудачно А И топлива еще мало То есть У меня все равно Не хватает Места для того Чтобы Починить Свой зонт Так Ну ладно Я уже Честно говоря Не туда и не сюда Лечу Вот смотрите Очень Хорошее место Здесь и газовый гигант Есть один И каменистый Целых две Планеты Поэтому давайте Сюда будем искать Торий Мне и нужно Буквально чуть-чуть Возможно Вы знакомы С фотоэлектрическим Эффектом Фотон Сталкивается С поверхностью Металла И высвобождается Электрон Но в моем случае Это была Сильнейшая Вспышка Гамма-излучения От огромной Нейтронной звезды И скачок напряжения Оказался таким Сильным Что один из моих Приборов Полностью вышел Из строя Интерферометр Конечно же Что же еще Можно было Сломать Как не Интерферометр О господи Ну реально Здесь просто Даже удивляться Уже перестаешь Потому что Ну что ж Блин Такое то Так И здесь у нас Ну что ж Будем рисковать Садиться Бурить Ну тут Очень много Всего Но Мне вольфрам Не попался Гафни Есть Вот Есть ее Вот этот Кремний И еще И смотрю Вольфрам И Вот это HF Это у нас Что А это Гафни Да Все Хотя Гафни Вроде бы Тоже На что-то Ушел Ну ладно Тогда бросаем Здесь Давайте Взлет На следующую Планету В принципе Такие задачи Которые Сейчас будут Их нужно В любом случае Делать Потому что Идет Конкретный Поезд Есть Ух Ребятки Это хорошо Отлично Я просто Рад этому Реально Потому что Тори Появился Я теперь Могу Просто Вот так Вот Вот так Вот Это реально Круто Это реально Круто Я не знаю Почему Но у меня Сейчас 100% Топлива Я что-то Наверное Не заметил И 100% Вы это заметил Либо это Какой-то Бак Давайте Взлетаем И я смотрю Реально 3% Потратил Всего лишь Блин Великолепно Что у меня Теперь Все есть На месте Плюс Я еще Могу Себе Вот этот Ультразонд Восстановить Просто Шикарно И у меня Еще остается Место Немножечко Для Топлива Но вот Не хватает Места Для Нет Как раз Для топлива Есть Если я Выкину Немножко Железа Ладно Давайте Вот здесь Топливо Добудем Может быть Здесь Его Совершенно Ну вот Как всегда И у нас Сразу Поломался Ультразонд Так И Давайте Наверное Выкинем Железо Возьмем Все топливо Потому что Оно нам Пригодится Но с другой Стороны Теперь Я могу Добывать Добывать Топливо С планет Со звезд Точнее И Собственно Говоря Так Я здесь Пропустил Вроде бы Где-то Вот где-то 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 Здесь Или здесь Планета С двумя Аномалиями И И вот Я бы Честно говоря Честно говоря Хотел бы Вернуться Плюс Там было Целых Три Планеты С Вот А нет Не то Ну давайте Полетели Я хочу Вернуться Вот честно Я хочу Вернуться Я хочу Вот Аномалия И Каменистые У меня Кислорода Правда Не очень Много Я вот Думаю Просто Стоит ли Рисковать Нет Давайте Слетаем Посмотрим Что же Это за Аномалия Притом Кстати Я же Вольфрам Вроде бы Добывал Для того Корабля Который Блин Надо было Омегу В общем Потратить На самом деле И не париться Систему Подобную Систему Подобно Поясу Окутывает Большие Полярные Большое Полярное Сияние И Оно Поет В этой Странной Песне Есть что-то Гипнотическое Она Начинает Меня Контролировать Я Разворачиваю Свой корабль В сторону Сияния И включаю Двигатель Мои руки Не слушаются Меня Что же Будет Дальше Подчиниться Или поранить Себя Давайте Подчинимся Я Подплываю К полярному Сиянию Вблизи Его мощи Ощущаются Гораздо Сильнее Я не могу Сопротивляться Ему Когда оно Предлагает Мне Поделиться С ним Моими Ресурсами Я выбрасываю Свой груз Во тьму Из люка Под днищем Корабля И теряю Сознание Когда я Очнулся Существо Уже Исчезло Я Нифига Я даже Омегу Одну Потратил Это что Такое Ребятки Не зря Я сюда Летел Что-то Каменистое Занято Врагом Черт возьми Каким Врагом И что Здесь Есть Маяк Заброшенный Корабль И вот Об этом корабле Я собственно Говорил Здесь Как раз Для починки Нужен Вольфрам Да что Такое Корабль Великолепный На самом Деле И он Хороший Тем Что его Можно Починить И Восстановить У него Все То есть Он Вот Давайте Так А ну Да Даже Даже В данном Случа Он С модернизацией Немножко Есть У него Здесь Есть Защита Щиты Защитные Ну Очень Много Конечно Что Устанавливать Заново Придется Но Это Ерунда Честно Говоря В общем Вот Так Вот Ладно И Честно Говоря Я Не знаю Что Делать С Занято Врагами И Что У меня Нет Там Ни Бластеров Ничего Единственный Который Модуль Как Б Который Можно Было Боевым Назвать Это Тот Который Череп Такой Нарисован Который Уничтожал Галактики Или Как То Так Странно И Вот Что Это Теперь Означает Или Это Как Бо Минус Планеты Которые На Которые Я Могу Приземляться Так Так Здесь Я Вижу Зеленую Давайте Вот Три Три Планеты Целых Три И Целых Три Зеленых В Облаке Аорта Этой Системы Я обнаружил Странную Конструкцию Круглая Рама Вращается Вокруг Серебряной Воронки Которая К тому Ж Вращается Вокруг Своей Оси Я Чувствую Что В Моем Мозгу Сплывают Слова Судьи Архитектора Но Не имею Ни малейшего Понятия Что Они Означают Что Мне Делать Собрать Ресурсы Воспользоваться Сверхпредневековой Защитой Давайте Я Включу Защиту Интересно Что Это Такое Я На Всякий Случай Активировал Сверхпредневековую Защиту Затем Приблизилась К воронке Она Стала Сканировать Мой Компьютер Она Изменяет Мои Файлы После Беглой Проверки Я понял Что У меня Исчезли Некоторые Важные Черчежи Но Зато Появилось Несколько Новых Вы Узнали Новую Технологию Подпространственный Реактор И Вы узнали Новую Технологию Сверхпредневековая Защита Окей По-моему Я ничего И не потерял Кстати Если я не ошибаюсь Я трачу Омегу Потому что Я так понимаю Она мне Вот Ну реально Она только Мне Место Занимает Конечно Можно Там Ей Как-то Пользоваться Переходя Через Черные Дыры Я этого Не знаю Как это Делать Поэтому Я даже Не буду Париться Но Надо будет Как-нибудь Попробовать Все-таки Мы Кто-то Там Любовь Звезда Любовь Жизнь Ты Звезда Железа Подтвердить И Я так и знал Ты Звезда Давайте Про железо Была Речь Но Тянь Принял Но Похоже Он Ему Не Очень По Душе И Мне Название Слово Добрый Дали Ну Ладно Чего Окей Валим Оттуда Давайте На Следующую Планету Интересно Все-таки Кто Меня Чему Тут О Я Таких Ни разу Не видел Что-то Что-то Друг Технология Мы Что-то Там Что-то Там Смерть Злой Судьи Архитекторы Злой Любовь Любовь Злой Нет Я Не Люблю Злой Архитектор Ну Давай Вам Дадим Торий Похоже Инопланетянин Понравился Мой Подарки Ого Ого Ребятки Тут Прям Круто И мне Дали Омегу И Назвали Научили Трем Словам Страх Люди Торий И Ансибель Дали Название Про Ансибель Давайте Мы Сейчас Почитаем Омегу Блин У меня Две Омеги Прям Так Ну Ладно Что За Ансибель Ого Какой Он Сложный В Крафте С его Помощью Можно Узнать Есть ли В Звездной Системе Инопланетный Флот Весьма Полезный Если Я Хочу Остаться Незамеченным Я Так Понимаю Я То есть Могу Теперь Как-то Попасть На Это Типа Часто Попадать На Это Событие Где Меня Будет Атаковать Какой-то Звездный Флот Как-то Так Давайте На Звезду Перелетим Потому Что Мне Нужно Топливо Я Не Очень Много Потратил Корпуса И Черт Возьми Это Вот Это Конечно Глупость Да Смотрите Я Я Потратил Десять Топлива И Добыл Всего Лишь Четыре Это А Нет Не Четыре Ну Это Не Один К Одному Вроде Да Да Ну Ладно Не Четыре Восемь Я Добыл Ну Как-то Глупо Давайте Тогда Потратим Всю Омегу И Слетаем На Последнюю Планету Интересно Что Здесь Нам Скажут Что Расскажут Может Чему Научат Мы Бог Смерть Мы Люди Акантар Ты Любовь Люди Акантар Да Я Любовь Люди Акантар Бла-бла-бла Люди Люди Хотеть Дуласр Давать Технология Так как Торий Слово Я знаю То Они Значит Хотят Железа Мне кажется Но Им Что-то Не по Душе Получилось Блин Слово Я Я Изучил Эх Наверное А почему Я же Слово Торий Может У меня Не было Хотели Так сказать И был выбор Только из двух Тогда Почему Не из всех Который У меня Был У меня Еще Был И Кремний И Железо Ну И Платина Ну Ладно В принципе Не суть Важна Так Аномалия Черная Дыра Давайте Слетаем Посмотрим Что Здесь Скорее Всего О Это Даже Станция И Станция Нам Восполняет Топливо Великолепно Мне Нравится Я Восполнил Топливо Притом Довольно Так Успешно Так И Что Тут У нас Еще Есть Так Сверхновая Без Без Вообще Без Планет Удивительно Честно Просто Просто Луна Ой Просто Звезда Точнее И вот Вокруг Я больше Не вижу Что-то Такое Впечатляющее Чтобы Ну Меня Как-то Заинтересовало Единственное Вот здесь Зеленая Планета Есть Давайте Все-таки Слетаем Очень Интересно Что она За пустая Такая Планета Я смотрел Корабль И вдруг Похолодел На стене Было Нечто Очень Странное Механическая Сороконожка Внутри Корабля И она Смотрела Прямо На меня Затем Она Отправилась На прогулку По кораблю Она Стала Обнихивать Собранные Мною Модули И Разбирать Некоторые Компоненты Корабля Причем Весьма Оперативно Оставить Я взял Паяльник Но решил Дать Несколько Дать Несекомому Закончить Своё дело Похоже У него Есть Определенные Задачи Когда Сороконожка Начала Разбирать Важные Компоненты Модули Я Напрягся Но В то же Время Заинтересовался Удивительно Она Собирает Из компонентов Новое Неизвестное Мне устройство Не знаю Будет ли Оно Работать Но Его Съема У меня Прямо Перед Глазами Насекомое Съело Ненужные Железные Детали Ввалявшиеся Вокруг И удалилось Прямо Вокруг Сквозь Корпус Надо же Какой Вежливый Паразит Скорее Сего Я сейчас Потеряю Несколько Технологий Но получу Новое Да Требуется Ремонт А Требуется Ооо Планетарный Бур Блин Само Название Уже Просто Впечатляет Такой У меня Технологий Ни разу Не было И блин Реально Здесь Нету Ни планет Ничего Давайте Починим Ремонт Блин Платины И тори Для того Чтоб Отремонтировать Вероятно Конечно Давайте Планетарный Бур Посмотрим Что это Такое Здесь Медь Нужна Для Починки Этот Модуль Помещается На Бур И Добавляет Нему Многочисленные Боковые Буры По принципу Фрактала Благодаря Чему Существенно Повышает Эффективность Бурения Я Не знаю В чем Эффективность Заключается В количестве Наверное Добываемого Что ли Как то Так В принципе Я его могу Поставить В принципе Я могу Его Поставить Потому Что Два Отсека У меня Есть Под Топливо А с другой Стороны И так Вроде Все нормально Да Блин Блин Ну честно Вот прям Ах Опять Мне дают Выбор Ладно Давайте Пополним Себе Топливо Давай Оп Пополнили Себе Топливо И полетели Дальше В общем Давайте Вот сюда Зеленая Планета Одна Ну и Сразу На максимум Полетим Потому что Там И Планета Зеленая Я смогу Поболтать И топливо Если что С звезды Могу Взять Мне попалась Интересная Комета Которая Вращалась По большой Орбите Это Была Небольшая Ледяная Глыба Как раз То что Мне нужно Я потерял Немного Время Зато Пополнил Запас Воды И Кислорода Отлично Ну конечно Я сейчас И так Кислород Бы пополнил Но все же Привет Ребятки Я могу Теперь Вообще Говорить Алс Дрин Хотеть Жизнь Алс Дрин Хотеть Любовь Алс Дкин Технология Мы Алт Скин Ты Хотеть Жизнь Ну да Хочу Жизнь Хочу Жить Так Я Люди Алс Скин Я Люди Добрые Я Хотеть Гамро Я Давать Омега Ну вот Что такое Гамро Торий Блин У меня Есть Слово И На Тебе Нет Все таки Похоже Нужно Было Торий Дать Ладно Жалко Нету Ну по крайней мере Я не замечал Какого то Такого Блокнотика Где Было Записано Все Все мои Вот эти Слова Которые Я изучил В следующий раз Я обязательно Дам Торий И не буду даже Придумывать что-то Просто самое дорогое Отдам Вот и все Так Давайте Взлетаем Ну Да Я Подтвердить Что взлет И Нужно Топливо Либо Черная Дыра Блин Мне в любом случае Придется Похоже Лететь Далеко Так что Давайте Попробуем Добыть Ох Нифига Себе Вы видели Что сейчас Произошло Я Практически Весь Корпус Поломал Великолепно Просто Просто Великолепно Десять Топлива Добыл Ооо Ребятки Вот вам И конец Похоже Путешествие Потому что Я даже Не знаю Что сейчас Будет Ага Ну вот Хотя бы Так Что Блин Целых Две Черные Дыры Смотрите Зеленые Два Газовых Гиганта Но здесь Нету Нету Корпуса Каменистая Вот Есть Каменистая Корпус Не трачу Так что Полетели Если на меня Сейчас нападут Это будет Очень смешно Здесь В облаке Аорта Вращается Порбит Небольшая Автоматическая Станция Думаю Она попала Сюда Случайно На ней Нет никаких Люков Но на боку Я нашел Небольшой Бак С топливом Великолепно Хотя бы Блин Занято Врагами Так Много Рута И металлов Много Рута И металлов А что я Переживаю Вот же У меня Есть Железо Конечно Сесть Конечно Бурить Это даже Это даже Страшно Представить На самом деле Сколько Здесь Я металла Нашел Я просто Просто Да Реально Круто Плюс Я еще И смогу Эм Так HF Гафни Ну ладно Окей Гафни Ну я Не буду Сейчас Гафни Забирать Так Ну что Тут остается В любом случае Чиниться И сейчас Мы опять Полетим На Полетим На Звезду Я так Понимаю Вот эти Вот Враги Которые Занимают Планеты С ними Бороться Я не знаю Пока что Как Либо у меня Модули нет Либо Просто Надо будет В какой-то Момент Пролететь На такую Планету Либо Вы в комментариях Напишите Сталкивались ли Вы с таким Потому что Очень уж Интересно И давайте Попробуем Добыть топливо Я ультразонд Поломал Но по-моему Это стоило Того Потому что Я хотя бы Более-менее Себе Пополнил Топливо Ну конечно же Тут даже Думать Наверное Нечего И не стоит Потому что Сразу мы Пополняем Так И давайте Летим Дальше 43 Блин 43 Я трачу Давайте Вот сюда Перелетим Сейчас мы Придумим Как бы нам Интереснее Это все Обустроить Пополняем Здесь Пополняем Здесь Топливо Есть И летим Вот на эту Желтый Карлик К этой Звезде Загадка Вокруг Солнца Вращается Космическая Станция В форме Эллипса На ее Входной Люк Надежно Закрыт Замок Сделан В виде Тан Грамма На который Мне нужно Разместить Символ В правильном Порядке Я вижу Знаки Кислорода Железа Гелия И тд В инструкции Если ее Можно назвать Таковой Изображен Маленький Шарик Стрела И большой Шар В каком же Порядке Все Размещать Давайте Первое Замок Заблокировался Совсем Теперь Мне его Никак Не открыть Жаль Возможно Там была Какая-то Комбинация Или что-нибудь В этом Роде Но честно Я даже Не буду Задумываться Какая она Там была Или что-то В этом Роде Потому что Не вижу Смысла В этом И Наверное Скорее всего Я Даже Не буду Пытаться Приземляться На планеты Потому что Сейчас Может быть Произойти Одно Событие Если я Сохранюсь То Мне заново Эту Галактику Эту Звезду Эти планеты Придется Исследовать Поэтому На этом Я сегодня Заканчиваю Это Самое Долго Эпичное Наверное Прохождение Которое У меня Получилось Пока что Будем надеяться Что Оно Будет Финальным Посмотрим Что будет В следующей серии Если вам интересно То Ставьте лайки Этой серии Подписывайтесь На канал Если вы Еще до сих пор Не подписаны С вами был Нильф Горн Всем всего Хорошего Пока